День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день и доброе утро, точнее, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, писатель и предприниматель Лев Клиот у нас сегодня в студии. Пришел он, как и должен приходить писатель, не с пустыми руками, а с книгами. Ну вот, меня лично поразило, может быть, с этого мы и начнем. Произведение, которое пока только в электронном виде, это вот «Последняя весна Алисы». Ну, действительно, навеяна пандемией. Кто-то может сказать, кто же из писателей все-таки что-то не написал о пандемии. Ну, конечно, концовка этого рассказа, он есть сразу, могу сказать, в «Позеру». Обязательно советую нашим радиослушателям найти Лев Клиот, «Позеру», «Последняя весна Алисы». Он такой апокалиптический, что фактически все начинается с пандемии, а заканчивается концом света. Это просто такое ощущение, исходя из жизненного опыта, или действительно вы пришли, не знаю, к такому выводу, что вот это все не к добру, и так просто все не закончится, что вот будет какая-то универсальная, не знаю, таблетка или какая-то супервакцина, которая отправит этот ковид вообще на кладбище. Обязательно. Появится супертаблетка, лакцина, спрей, сейчас про спрей многие говорят, да? И какие-нибудь умные люди. Чуть не началось с евреев, да? Да. Американцы какие-нибудь умные, японцы, да? Ну и какие-нибудь евреи тоже в Израиле придумают. Конечно, конечно, все все придумают. Но, но. Все ведь начинается после «но». Откуда у меня появилось желание написать этот ужасный рассказ? Очень слабый, я считаю. Мне просто быстро нужно было это сделать. Потому что пришли такие чувства. Когда никто не понимает, что за опасность. Знаете, как в детстве ты боишься войти в темную комнату. Там всякие ужасы. А тут как бы вся планета в эту комнату вошла. И она очень черная, на мой взгляд. Я много читал в детстве фантастики, научной фантастики. И тема апокалипсиса, она была всегда такая острая. Эти годы 50-60-е, когда все ждали ядерной войны, эти кризисы, да. И тогда были написаны несколько романов и фильмы. Их очень много. Но вот для меня на всю жизнь остался Робера Мерлия, роман Мальвиль, французский автор. И может быть не наслухуйся так честно, да, как ни странно. Ну, может быть. Это давнишняя книжка. Но он описал именно последствия ядерной войны. Взрывается водородная, чистая бомба над Парижем. И все погибают, кроме тех, кто случайно остается. Вот они остались в винном погребе. Да. И то, что происходит дальше с людьми. Вот эти островки выживших, они начинают между собой продолжать убивать друг друга. За ресурсы, за еду, за воду, за женщин. И это, видимо, на земле будет продолжаться всегда, пока существует цивилизация. С тех времен, как Каину Белавеля, так и продолжается. Только наращивается качество оружия, его убойная сила. И никогда оружие, которое было придумано, не оставалось невостребованным. Да, ну вот это такое действительно явно, может быть, для Пятницы слишком пессимистическое. Но вот я бы так хотел вопрос поставить. Все-таки у вас есть еще и такая военная часть биографии. То есть вы оружием знакомы ни по наслышке, ни по книгам. И нет такого ощущения, что все время весь мир готовился, как вы сказали, к ядерной войне. Что с помощью оружия мы сами себя погубим. А здесь пришла опасность, при том еще, ну не знаю, сопоставимо с ядерным оружием или нет. Судя по тем миллионам, которые заражены и сколько уже сотни тысяч вообще погибли от ковида. Что вообще человечество не оттуда ждало своей опасности. Я почему говорю, поскольку нас уверяли, я тоже верю в науку, что 21 век. У нас такие технологии, такие медицинские достижения. Что ну какие там нам вирусы. Уж вирусы нам точно не страшны. Скоро мы уже Ирак победим. Уже было такие разговоры, что там нанотехнологии. Сейчас мы с помощью опухоли сможем активно бороться. И тут вдруг пришел вирус. И нам до недавнего времени, пока не появились вакцины. К этому тоже есть вопросы, как мы знаем. До недавнего времени нам говорили, практически как в 19 веке. Отдаляйтесь, ни с кем не общайтесь. Одевайте маску, соблюдайте дистанцию. Лучше вообще из дома не выходите. Буквально как вот эпидемия чумы. И кто-то так с такой печальной иронией говорил, подождите, ну у нас 21 век, это все, что мы можем предложить населению. Мыть руки, ни с кем не общаться и одеть наморник. Ну я утрил, и на общий смысл такой. Вот вам, как может быть писателю, вообще как человек с большим жизненным опытом, вам какие-то, не кажется как-то это странным? Ближе всего к нам картинки из начала прошлого века об испанке. Когда мы видим фотографии людей в таких же точно масках, черных. И как быстро это становится привычным. Вот это ужасно, да. Что мы, человек приспосабливается, конечно, почти ко всему. И вот этот вид во всех аэропортах, магазинах. И мне пришлось полетать тоже. Вот я поэтому и спрашиваю, да. К счастью, там удалось вылететь и прилететь обратно. И не вызывает уже такого отторжения сильного, да. Ну у большинства есть некоторые люди, которые сопротивляются этому. Но вот эти разговоры, которые между нами сейчас происходят, разговоры миллиардов, уже не миллионов, да, это коснулось миллиардов, всего населения Земли, такого никогда не было. Пугает именно то, что... Пока, не при нашей жизни, да, так сказать, и при вашей не было, да? Я думаю, ни при какой. Потому что, ну просто не было средств коммуникации даже, да. Если где-то заболевали чумой, холерой, там и оспой, в каких-то районах, но это все равно было локально, потому что не было таких перемещений, не было самолетов. Корабль плыл год, там, до Китая. И это все заканчивалось рано или поздно, само собой. Тут проникновение народов и наций, там, географические возможности перемещения, они совершенно иного рода. Но и вирус другой. И перемещается он так же очень быстро, да? Да, он очень быстро мутирует. Но я еще раз скажу, что вот эти разговоры между нами, это разговор на каждой кухне, в каждом, там, трамвае, троллейбусе. И очень сложно оказаться в достижении каких-то истин каким-то просветителем или просвещенным человеком. Потому что все теперь очень стали подкованными. Я слушаю там Юлию Латынину, например. Она очень грамотно объясняет, приводя в пример множество фамилий, профессоров, там, докторов наук, которые занимаются вирусологией. И потом ты слушаешь другую сторону. И, знаете, сейчас в рост пошло это конспирологическое, все что угодно. Да, отрицается все. Это, как ни странно, при наличии, как бы, интернета, современных коммуникаций, кто-то уже сказал, что скоро будет. Вот когда кто-то смеялся, говорю, там, карикатуры рисовали, что земля там плоская, там, стоит на каких-то перепадах. И там, сейчас лето уже, что земля кугла тоже уже оспаривается, да. Да, и апологеты вот этих совершенно диких идей, они прямо укрепляются в своем убеждении. Каждый раз, когда цивилизация становится в позицию, когда ее существование может подвергнуться серьезной опасности, вот все это мракобесие, но расцветает, да. И разговариваешь с людьми, которых считал, как минимум, неглупыми, и тебе с таким загадочным видом говорят, ну, ты пойми, земля-то плоская, луна-то полая и так далее. Ну, тоже интересно, вот такая есть, может быть, даже в какой-то степени философская мысль. Ведь нам все время говорили, может быть, отчасти так и было, что советское образование, ну, хорошо, ладно, лучшее в мире мы сейчас не будем произносить, но неплохое, да, по крайней мере, что касается, так сказать, фундаментальных наук, фундаментальное, математика, все неплохое. И вот кто-то уже, наверное, во время пандемии вспомнил такую интересную вещь, тогда мы об этом не задумывались, 90-е годы, я думаю, тоже хорошо помните, когда садилась семья, многие люди с высшим образованием, ну, по крайней мере, советскими, какое еще было тогда другое образование, перед телевизором ставили банки с водой и верили, что Чумак сейчас посредством... Нет, ну, это может быть такой интересный юмористический пример, но ведь и спрашивается, как эти люди, которые заканчивали все это замечательное образование, всему этому верят. Поэтому я не удивляюсь, что и сейчас верят, что кого-то сейчас прямо чипируют вот этим Файзером или модерной, да, так сказать, и так далее. Стыдно сказать, но и в моей семье думали, а черт его знает, а вдруг правда заряжают. Просто, видимо, жизнь была такая, несказуемая, что уже были готовы. Люди хватались за соломинку, да, вот это соломинка. А сейчас за что хвататься-то? В данной ситуации, ну, если всерьез, я буду говорить, да, я считаю, что вакцинироваться обязательно нужно. Что многие говорили, ну вот, в Америке, например, Файзер не акцептирован. Он вот на этих днях признан, и это главные структуры, которые признают вакцины, да, в Америке. Из личного опыта, у меня в Израиле семья и там множество друзей, там заболели люди, имевшие две прививки. То есть вакцинированные. Но все легко, да. Вот прям компания друзей были на каком-то торжестве. Да. И из них, там, из 12 человек 8 заболело. И все они прошли вот как грипп такой, средней тяжести, даже легкие. Все вакцинированы. Никто в больницу не попал, да? Да, никто. И третью вакцину тоже уже принимают там. То есть в Израиле уже колеты. Моей маме 95 лет. Вот полигон для изучения. Ее юмор не поколебала никакая прививка. И третью она тоже получила и перенесла ее абсолютно спокойно. И продолжала юморить при этом, да? Да, она очень весела. Мы все вокруг нее смеемся и падаем со смехом. У меня в этих книжках, ну, я много читал действительно фантастики. Там с пяти лет я собирал книги. И многое из того, что я читал, даже вот там страшно сказать, сколько лет назад, сбывается. И то, что я написал там четыре года назад, вот у меня есть книжка, у меня есть два романа серьезных и три повести такого легкого жанра социальной фантастики. И одна из их перекресток, это идея, которая возникла у очень продвинутых ребят, программистов, окончивших высшее учебное заведение в Израиле, которые разъехались по всему миру. Они придумали игру, такую социального плана. И там принимали участие детективные разные моменты. И вот распознавание лиц, распознавание человека по походке, все сейчас практически существует. Абсолютно. А раньше казалось, что это что-то немыслимое, да? Ну, казалось, что это очень передовая мысль. Она была передовая даже вот четыре года назад. Ну, много там всего остального. А вот сфера, такая повесть о том, что космос существует, который наблюдает все-таки за нашей маленькой планетой, и нашей цивилизацией, да? И он в виде какого-то высшего существа, он отделил группу людей на этой планете сверхъестественной способностью, необыкновенной энергетикой. И эти люди, самые критические моменты цивилизационного, возможного краха, да, они включаются. И они разбираются с теми личностями. Помните роль личности в истории? Да. Владимир Ильич Енин, этот гриб, который когда-то написал. Они разбираются физически с этими людьми, от которых зависит вероятность апокалипсиса. Да. Вот. Книжка такому моменту посвящена. Ну, откуда-то вот я брал эти мысли. Я все время думаю, что это не само приходит. Абсолютно. А вот не было такого ощущения, что все-таки, все-таки, несмотря на то, что хочется, может быть, в силу разных обстоятельств, закончить апокалипсисом, ну, вообще, чтобы был плохой конец, все-таки сделать, чтобы в книге всегда был хэппи-энд. Да, вроде бы и тебе тогда становится светлее на душе. Или нет? Или вот, ну, почему вот хочется сказать, что, ну, ребята, пока все плохо? Это просто такое вот сиюминутное настроение? Или это такая драматургия? Вот. Как вы сами для себя определили? Я думаю, что драматургия самой жизни на Земле, она в конечном итоге все-таки печальна. Как там у Бабеля. И лишь печаль успокоит сердце. Счастливые концы, да, иногда приятно увидеть счастливый конец, но чаще он разочаровывает, потому что ты понимаешь, что жизнь сама в основном это путь страданий и разочарований. Может быть, для этого мы на Земле, для того, чтобы испытать вот это все, и если действительно мы существуем и после физической смерти, да. Я хочу в это верить, что душа наша бессмертна. Ну, что ж, это тоже, вот я помню первое произведение, оно действительно меня затронуло до глубины души, и я думаю, что смело могу даже порекомендовать нашим радиослушателям вот почитать книгу «Судьба и воля». Это, в конце концов, во-первых, даже может быть и не в конце концов, во-первых, это все-таки во многом такая книга основана на реальных событиях, потому что это человек, который там вот основной герой. Это ваш дядя, да, ваш родственник, который действительно прошел, ну, даже кто-то говорит, что ну, как можно сравнить с пандемией? Да, понятно, что пандемия, и люди от нее умирают, но вот те ужасы, которые он прошел, да, через эти вот лагеря смерти, через концлагеря, и вообще, как он спасся, и кем он стал вообще, вопреки всему, оставшись одним на белом свете, да, это вот уже тоже заслуживает, как бы, внимания, и, может быть, кого-то даже воодушевит вот в это пандемийное время, когда кто-то впал в депрессию и кричит «Все пропало, все пропало». Вот прочитаешь эту книгу, она ведь, может быть, там не самые оптимистические тоже окончания, но вот сама книга, она же достаточно вот светлая, да, вот она многим, мне кажется, должна дать силу понять, что вот были и более такие мрачные времена. Там нет акцента на первичных ужасах лагеря. Да, там… Он сам не любил об этом много говорить, но этот, так как это сага такая, да, во времени всей его жизни, она длится с начала 30-х до нашего времени, и эта часть его жизни, конечно, не могла быть как-то не объяснена и рассказана, потому что погибла вся семья большая. Но все, что дальше, это коридоскоп потрясающей, невероятной жизни, насыщенной приключениями и любовью к прекрасным женщинам, бизнесом, который имел моральную платформу для себя. Это не просто… Он все время это объяснял, что просто бизнес, деньги, товар, деньги – это довольно грязное занятие, как правило. А в бизнесе есть много положительных чувств, встречи, разговоры, узнавания людей. И он жил такой насыщенной, очень богатой и красивой жизнью. Ну, это, кстати, очень важно, потому что ведь мы воспринимаем, может быть, потому что мы родом оттуда, откуда мы родом, да, мы воспринимаем бизнес или предпринимательство, вот как обязательно такое, ну, не знаю, попытка что-то урвать, многие пока не имеют так это думают, не понимая, что бизнес имеет действительно и моральную составляющую, если мы говорим сейчас о более-менее честном бизнесе, не о том, чтобы кого-нибудь, не знаю, украсть и убежать. Нет, но все, кто пасется у бюджета благодаря связям с высшим руководством, это не бизнес, это бандиты. Да, это другая история, да? А здесь его друзья очень богатые люди, но они реальные бизнесмены, банкиры, те, кто занимается металлом в Америке, например, да. Ну, там тоже могут быть коррупционные схемы, но в основном это все-таки совершенно другой уровень морали бизнеса. Но они все ему говорили, когда встречались на французской ривьере, у него такая большая веранда у моря и вид этот потрясающий. Они сидели, глядя на море и говорили, вот Борис, ты делал деньги, но ты жил, а мы только делали деньги. А жить вот сейчас пытаемся, но мы уже такие старые, нам уже ничего не интересно, кроме кашки, теплые постельки там. Грелки к ногам, да? Ну да. То есть, ты просто говоришь о том, что очень важно, да, вне зависимости от достатка, пытаться как бы вот прожить эту жизнь интересно, да? Он шире смотрел на жизнь вообще, потому что большой бизнес, он сужает рамки твоего восприятия чего-то. Вот попробуйте, вот мы сейчас кино занимались. Кстати, вот, ну, чтобы наши радиослушатели понимали, по одной из книг, да, была вот такая вот идея. Да нет, уже там по нескольким. Второй роман, там, для России он был еще более приемлем, «Реки судеб человеческих». Да. И, ну, менеджеры мы их назовем, или там режиссеры, продюсеры среднего звена, которые, получив книгу, читали. Они вызывали меня там и в Петербург, и в Москву, и я был в Германии. И, ну, много, я не буду перечислять, там, до Голливуда, да, они восхищены были, и они очень хотели это кино делать. Но как только это попадало в руки высшего руководства, которое должно было принимать решение о финансировании, они не открывали эту книгу. У них узкие задачи. Бизнес, раскрученное имя, раскрученная тема, качество не имеет значения. То есть, фактически, вот этот вот шеопотреб, вот эти сериалы, да, вот это они считают… Да, да, это, а, понятно, кто там, известная фамилия, да, читать можно, ну, так себе. Ну, кино можно сделать, ну, можно так себе. Смотреть будут? Ну, смотреть будут, да. Будут, да. Ну, то есть, фактически, так вот, перефразируя, вот эти все телешоу, которые бесконечные рассказывают, кто кого побил и кому кто изменил, вот эти все телешоу, да. Да, это их внутренняя тусовка. Да, вот и на этой основе, в принципе, вот по этим же темам делаются, ну, условно говоря, вот эти сериалы, да, такие мыльные оперы. Да, на пятую студию в Петербург меня пригласил именно режиссер этих сериалов. Он прямо мне сказал, что мы… непечатное слово. Да. Да. А вот эта книга, я там потрясен, я хочу, и вот я иду, и это длилось два месяца, и в конце концов сказали, что финансирования нет, и все. Но это не было политические мотивы, да? Да, это вот именно вот желание что-то снять очень простенькое, да? Да, то, что ложится вот на эту кальку восприятие большинством, ну, это тоже было бы воспринято большинством, но это мои частные замечания. Вот мне кажется, что вот те, кто вот снимает, они сами стали заложниками, что, в принципе, естественно, вот свои стереотипы, потому что, ну, как, они говорят, ну, когда с ними тоже общаюсь, они говорят, ну, понимаете, ну, что там вы в вашем понимании, там, не знаю, серьезное кино или для размышлений, зачем? Люди устали, их эта жизнь так, простите за выражение, да, отымела, да, что вот они хотят просто вот посмотреть как-то так вот очень легко, не задумываясь, не напрягаясь. Вот штампы над ними давлеют. Да. В Голливуде мне прямо сказал… Даже в Голливуде. Да, в Голливуде известный человек, крупный продюсер Кэрри Грэнт, он встал, взял мою книгу, сказал, ну, вы должны быть готовы, что когда мои сценаристы напишут сценарий, вы выбросите его в корзину. И я к этому отнесся с пониманием сначала, но потом он сказал, главный герой должен быть очень верующий человек, что совершенно не совпадает с характером моего главного героя. Я вынужден был отказаться, это было нелегкое решение, знаешь, уехать из Санта-Моники таким образом. То есть вы даже добрались до Санта-Моники? Да, мы были у него в офисе в Санта-Монике, с Анной Орловой. Ну, я понимаю, что, может быть, сейчас так некрасиво спрашивать, но нет такого ощущения, что он знал, что вы не согласитесь, и сам, знаете, как бывает в бизнесе, заранее неприемлемые решения вам предлагаются. Нет. Или он горел желанием действительно снять, если вы сами сказали, ладно, верующий, так верующий. У него цель была через полтора года, чтобы в Торонто на фестивале был уже фильм. Но я не то, чтобы встал и ушел, я сказал, что это невозможно, потому что герои книги, его сыновья вообще живут в Америке, и представить его себе там с пейсами какими-нибудь, молящимся там в синагоге, невозможно, потому что там по-другому жизнь сложилась. Он не был против, он помогал, и в Риге тут приезжал и давал много денег, но он не был верующим человеком. И я тогда сказал, что тогда вам нужен для этого фильма другой роман. А он объяснил этим тем, что конъюнктура требует таких вещей. Да, я был очень сильно раздосадован. А действительно конъюнктура требует? Ну вот, видимо, для этой темы, где присутствует тема Холокоста и последующие какие-то события, происходящие с этими героями, видимо, вот по их представлению, для того, чтобы выигрывать на кинофестивалях, нужна вот эта составляющая. Так он себе это представлял. Он опытный, опытный, очень серьезный человек. Говоря об этой книге, действительно, вот этой саге «Судьба и воля», не знаю, она меня очень впечатлила. Я знаю, что многих моих знакомых тоже и коллег. Вот все-таки там есть такой эпизод, который в истории оказался малозначительным, но я так понимаю, что это отнюдь не художественная вымеса, речь идет. Все знают об этом восстании в Варшавском гетто, это такая вот, ну, действительно, история из истории, самая такая драматическая, наверное, в истории Холокоста. Но вот в вашей книге есть эпизод, где и узники рижского гетто сопротивлялись. Это такой, и историки говорят, что это вполне возможно, что это отнюдь не художественный вымесел. Почему вполне? Это абсолютно реальное событие, абсолютно героическое событие, и это абсолютно самопожертвование, потому что шансов в реальности у них выбраться, ну, один к ста был. Может быть, как-то случайно, они бы прорвались на этой машине с этим оружием, с небольшим запасом боеприпасов. Но они дали бой, фактически, да? Да, это был бой, там, говорят, в течение почти суток они прятались в лесу, им удалось выйти от кинжального пулеметного огня, не всем, правда. Но вся остальная история с человеком, который их предал, и который оказался в Нью-Йорке, это уже другая история. Это другая. Вот, я так понимаю, что особенно фамилии этих людей неизвестны, да, вот, которые сопротивлялись? Нет, неизвестно. И фактически тоже непонятно, почему историки не пытались вот это раскопать, потому что, ну, все-таки, вот, очаг сопротивления в такой безнадежной ситуации, это дорогого стоит. Я думал, что свидетелей живых практически не осталось. Я думаю, что после этого там были чистки. Я думаю, что всех, кто был хоть как-то, причастен, потому что там не могло об этом знать много людей, большинство. Конечно, это было подполье абсолютно в условиях такого жуткого места. И поэтому, я думаю, всех убили, кто хоть как-то мог свидетельствовать. Потому что, в принципе, это как бы для немцев и вообще для их приспешников это какой-то позор. Позор, конечно. Вот, что касается вот Satisfaction, вот так по-английски уже многие называют. Да, я принес как раз ее в английском, потому что у меня в своей книжке Satisfaction нет. Вот, почему было важно ее издать и на английском языке, и, может быть, несколько слов об этой книге? Я сам играю в эту игру страйкбол. Только что играл здесь в Латвии уже. Сын приехал. Было около ста человек. То есть это довольно популярная игра такая, да? Да, да. И тут есть пару магазинов с этим оружием. Да, я действительно человек военный, я офицер в прошлом. И оружие, мне это нравится. Как оно выглядит, посмотрел. Но суть в том, что эта игра, она настолько приближена к реальности. Само оружие, оно неотличимо. Все виды стрелкового оружия, гранаты, пистолеты, минометы, в Швеции танки, в России используются вертолеты с этими зарядами. Она стреляет все это шарами, на расстояние 60 метров прицельно. Есть снайперские винтовки. В общем, люди одеты в весь камуфляж с разгрузками, с рациями. Обстановка приближенная к боевой, да? Мужчины во все свои века существования, тысячелетия, воевали. Вот как вышли из пещеры, так они воевали. Понимаете, это или нет, но такова история, да. Это генетика. Это состояние войны, оно рано или поздно настигает, ну, мужчин все-таки, в первую очередь, конечно, есть. Пару дам тоже участвуют иногда. Кстати, и очень даже неплохо стреляют. Да, да, они активные. То есть, человек, живущий на земле, человек войны. Это, с одной стороны, даже печально как-то. Это печально, да. И вот им предлагается такая война light. То есть, ты выслеживаешь, ты обороняешься, ты стреляешь, в тебя стреляют. Ощутимо, ощутимо ты. Ты всегда в очках, даже когда только начинается игра. Потому что случайно кто-то может нажать на курок, и этот шар может выбить глаз вполне. Поэтому все в очках маска. То есть, мир и предосторожности должны быть, да. Должны быть, да. Потому что там довольно, ну, если шар этот летит на 60 метров и сбивает банку пепсиколы, да, у него есть сила определенная. Когда ты, я вот в лоб получил выстрел там по телу, я это чувствовал, да. Я сам убил кучу людей в этот раз. Виртуально, к счастью, да. Ну, как виртуально. Я в них попал шарами. Они поднимают, есть кодексы чести в этой игре. Если в тебя попало, он же отлетает, и ты только должен проявить благородство. Поднять над собой оружие и одеть такую специальную ветровку красного или там желтого цвета, и ты уходишь. То есть, определенный элемент джентльменства тут есть. Обязательно, да. Ну, и в этой книге я, когда мы с сыном думали о том, во что может вылиться такая игра. Ну, вот из-за того, что нужно быть джентльменом, то мы придумали так, чтобы наблюдатели за этой игрой могли фиксировать попадание. Тогда результаты четкие. И при таких четких результатах можно много чего придумать для этой игры. Ну, и как у меня часто в книгах, в мировом масштабе. Вот иногда нам жизнь преподносит такие сюжеты, что кажется, что если вот это больше для книги, что это вроде бы нереально. Не могу вас, как у человека военного, не спросить, не хочется, может быть, в политику удаваться, не могу не спросить. Вот просто буквально на языке верится вся эта история вокруг Афганистана. Я понимаю, что, может быть, нахрестоматийно. В Афганистане это такое дежавю, что мы только не наблюдали. Если мы помним, когда советские войска выше в 89-м году, там, правда, режим на джибулы около двух лет продержался, он не сразу упал. Но здесь как-то все это произошло. Никак не могу понять, что это такое вообще. Как могли люди военные, околовоенные всего это допустить? Во время российского, советского отторжения в Афганистан погибло от одного до двух миллионов афганцев. Афганцев? Афганцев. И Талибан возник на почве вот этого противостояния. Чтобы там не говорили кремлевские пропагандисты, но Талибан возник. Талибан, знаете, что такое вообще? Талибы – это ученики, да? Талибан – учения. В основном… В переводе, да. В основном, да, это пуштуны. Там процентов 60-70. Я не могу за цифры точно отвечать. Но остальные – это разные народы. Это таджики, узбеки, тумены. Да, их довольно много, и они неоднородны. Но они действительно… Их подавляющее большинство – это люди 13-14 века со всем представлением о том, что такое жизнь, как нужно себя вести с другими людьми, с женщинами. Они ужасны. И они побеждают, потому что у них нет никаких сдерживающих моральных моментов. Чего не скажешь о сегодняшней американской армии. Которые просто… Ну, нету никаких возможностей что-то там переделать. И даже, может, понимание, а зачем, да? Ну, зачем? Все-таки хотелось бы, чтобы там просто женщина могла жить нормальной жизнью. При Талибах она не может жить нормальной жизнью. Эпизоды, которые я видел, когда женщина с двумя университетами, которая преподает в школе детям, когда Талибы вошли неожиданно для всех, да, вот за одну ночь. Никто не ждал такого быстрого проникновения и такого кошмара. И она бежит со своими ученицами из этой школы, и их собственные мужчины, не Талибы, а те, кто живет в Кабуле, смеются над ними и кричат им «Этой ночью я женюсь на четверых из вас». Вот когда у тебя нет вообще никакой поддержки среди мужчин, да, именно женщина от мужчин ждет поддержки. А когда свои, настолько отвратительные и унизительные отношения к женщинам вообще, это весь мир на это смотрит и ничего не может сделать. Вот вся цивилизация. Демократизировать такое общество невозможно. Оно не может перепрыгнуть там пять веков. Нет, никак. Только каким-то способом постоянно держать там какую-то военную полицию, войска, договариваться с Талибами бессмысленно, невозможно. И то, что они говорят, что они сейчас станут более, так сказать, демократичными? Нет, невозможно на что-то рассчитывать. Можно рассчитывать только на их экспансию. Действительно, на север. И для России эта проблема может быть. А должны ли вообще американцы были заниматься этой демократизацией? Ведь получается, что это была совершенно невозможная миссия. Ну, хорошо, пока они там были, вот могли эти женщины преподавать двумя, как вы сказали, университетскими образованиями и так далее. Да, потом их бросили. Американцы совершали ошибки и раньше, и сейчас. И говорить о том, что они везде и во всем право невозможно. Но так бросить их было невозможно. Надо было эти 60 тысяч приблизительно людей, которые с ними работали, эвакуировать. Да, вот все-таки возвращаясь, не знаю, может быть, к литературе. Это такой стандартный вопрос в завершении. Что еще писателя спросить? Вот вообще о планах литературных. Может быть, есть какие-то мысли, которые вы обязательно хотите на бумагу перенести? Или уже, может быть, начали какое-то произведение? Если не секрет, конечно. Нет, ничего не начал и не хочу пока ничего писать. Почему? Знаете, это как в собачьем сердце, когда спрашивают профессора Преображенского. Почему вы не хотите помочь германским детям, по-моему, распространяло? Он говорит, ну, не хочу. Ну, почему? Ну, просто не хочу. Я просто не хочу пока. Ну, это совсем не значит, что потом что-то не напишется, да? Кто его знает? Да. Вот все-таки завершая, может быть, то, с чего мы начали, вот, последняя весна Алисы, вот, все-таки почему такой апокалиптический сценарий? Ведь, в конце концов, ну, вы же тоже как человек с хорошим образованием и не одним, но все-таки, наверное, верите, что рано или поздно, там, не знаю, наука, все-таки мы не вот как талибы 13-15 век, все-таки наука, которая действительно каких-то фантастических вещей уже добилась, всякие там вот эти все генетические варианты. Даже вот эти шипы, которые там на уровне ДНК для вакцин, все-таки это действительно уникальная вещь, а так может звучит просто, ну, какой-то там шип, но это действительно как бы уникальная вещь, то, что изобрел человеческий мозг, как он с этим вирусом пытается бороться. Может быть, это бы взяло верх или все равно вот этот вот неизбежный путь к окончанию вот давлеет над всеми нами? Я думаю, цивилизационный слой на людях, на цивилизации, оксимурон такой, он очень тонкий. И свидетельством этой тонкости любая война в Европе, вот то, что происходило в Югославии, когда ты думаешь, ну, это просто невозможно с нашими представлениями о ценности жизни. Это же не Афганистан, да? Да, и это было в Югославии, это было совершенно ужасно. Пропагандисты там говорят о том, что американцы нанесли удар. Они правильно сделали, потому что, когда деревянными молотками людей убивают, высаживая из автобусов, просто всех подряд, остановить это нужно бомбами. Они остановили это. Но, а что дальше? Если это касается военных действий и убийств друг друга людьми, то этот цивилизационный слой, он тонок и в науке, я думаю. Да, нам кажется, что добились невероятных глубин познания, да? А вот в таком космическом масштабе, это все равно очень тоненький слой познания. Мы очень мало знаем о Вселенной, о собственном океане мы мало знаем. Это правда. О его глубинах. Поэтому и говорить о вирусологии вот так уверенно я бы тоже не стал. Я не хочу сказать, что я такой пессимист, но я, скажем, реалист. И я очень надеюсь на то, что изобретут лекарства, не вакцину, а именно лекарства, когда в тяжелой форме можно это лечить таблеткой или спреем, или чем-то еще. Может быть, то, что пишут, мы все это читаем. Да. Можно ли в это верить? Это правда. Спасибо большое. Будем надеяться на более оптимистический сценарий. Лев Клиот у нас был в студии. Действительно, самый простой путь, ну, кроме того, чтобы там найти книгу и действительно купить. Те, кто любит, как и я, как и вы, наверное, Лев, подержать в руках, пощупать эту книгу, перелистать страничку. Вот те, кто... Самый простой способ и быстрый на ProZero.ru фактически. Ну, все произведения есть. Нет, нет, на ProZero.ru только я оставил два рассказа. На Litres можно все скачать. Правильно, да. Ну, в любом случае, есть Google нам в помощь, да. Лев Клиот у нас был в студии. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова